Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о первом послании к фессалоникийцам, мы обратимся сейчас к заключительной, пятой главе этого послания. Здесь в пятой главе апостол, во-первых, продолжает начатый выше в конце четвертой главы разговор о втором пришествии, о его времени, и говорит следующее. «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами знаете, что этот день придет как тать ночью». Апостол уверен сам и знает, что так думают его читатели, и все понимают, что этот день будет совершенно неожиданным. Когда не ожидают его, этот день придет как тать ночью. Ну, видимо, все-таки не так это было для всех очевидно, раз необходимо было подчеркивать. Но и сегодня тоже для нас это важно, потому что согласитесь, что с регулярностью движения планет возникают те или иные люди, течения, группы людей целые, которые рассказывают нам, когда это произойдет. Некоторые совсем уж прямо даты назначают такого-то числа, такого-то года, ну, некоторые говорят, что вот совсем близко и так далее, желающих рассказать, когда это будет, довольно много. И это совершенно не похоже на то, что думали об этом в первом веке. Павел говорит, а что, какие сроки, а что тут можно сказать о временах. Мы же знаем, что это будет неожиданно. Поэтому тот, кто говорит, что ожиданно, что это известно, что можно там как-то это проследить, либо ошибается, либо лжет. Это очень важно на самом деле, потому что подобного рода эскатологические течения возникают действительно очень часто. и я бы сказал, что это очень тревожный признак, когда некоторый образ мыслей людей включает в себя вот эти вот указания на сроки. Это очень тревожный сигнал о том, что, как правило, тут не все в порядке. Ну, кроме того, на практике чаще всего это почему-то выражается в том, что люди пытаются куда-нибудь спрятаться, закопаться в пещеры какие-нибудь. Хотя, на самом деле, конечно, если бы мы впрямь знали, когда и где наступит это второе пришествие, надо было бы не в пещеры закапываться, а навстречу бежать. Конечно же. Ну вот, Павел говорит, этот день придет, как тать ночью. Неожиданно, неожиданно. И да, конечно, видимо, и у читателей, как и у современных людей, есть некий интерес к тому, когда, как это произойдет, и какие из этого нужно сделать выводы. Вот апостол рассуждает следующим образом. Поскольку, говорит он, день этот, день посещения, придет, как тать ночью, как вор ночью. Неожиданно абсолютно. Вы помните о том, что на самом деле все очень хрупко и обманчиво. Поэтому, говорит он, вот будут говорить мир и безопасность, будет казаться, что все хорошо, там кризис очередной закончился, закончился мир и безопасность, и прямо вот царство Божье на земле, сейчас тут построим. Помните, говорит апостол, что внезапно постигнет их пагуба. Но и когда говорят, что все ужас-ужас, и вот-вот со дня на день произойдет этот самый конец света, в этом тоже нету, нету правды. внезапность вот этого события чрезвычайно важна, потому что отсюда для апостола следует вывод, что каждый день надо стоять в правде, совершать дело веры, труд любви, жить жизнью чистой, непорочной перед Богом. Вот все то, о чем он писал в предыдущих главах. Потому необходимо делать каждый день, не откладывая, потому что ты не знаешь, это может быть прямо завтра, и у тебя не останется времени для того, чтобы наполнить свое сердце братолюбием. А может быть, нет, не прямо завтра, поэтому тебе необходимо и терпение упования на Господа Иисуса Христа. Вот необходимость быть готовым к этому событию, которое неизвестно, принципиально неизвестно, когда произойдет. Для апостола очень важный мотив вообще в том, как устроена человеческая жизнь с его точки зрения, человеческие поступки. И еще поэтому он пишет, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Идея вот именно такая. Но вы-то, братья, сыны света и сыны дня, поэтому и старайтесь, стойте в свете. Не будем спать, как прочие, будем бодрствовать и трезвиться, потому что мы сыны света и сыны дня. И в этот день Господень, день посещения, когда он наступит, мы будем готовы, мы будем бодрствовать и трезвиться. И еще, как и в некоторых других местах, апостол Павел, по-видимому, любил такое сравнение, описывая, как воинское облачение, как воинские доспехи, некоторые вещи, связанные с верой и любовью к Христу. И поэтому он говорит, вот будем, будучи с нами дня, будем трезвиться, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Послание к Эфесиным несколько более подробно, этот образ используется. Для апостола, видимо, дорогой и важный. Он говорит о том, что вот броня, то, что делает человека действительно способным противостоять всему тому хаосу и разрушению злу, который вокруг него есть, это именно вера и любовь. Вера и любовь, то, что доверие к Богу и любовь к ближнему, то, что защищает нас от этих сил зла, от этого хаоса. И дальше он пишет о том, что вот будем стоять и трезвиться, потому что мы знаем, что в этом конце времен, который придет как тать ночью, Бог предопределил нас к получению спасения через Христа. Снова апостол буквально прям не может остановиться и выдает целую цепочку мыслей, очень для него характерной, тоже встречающийся в других посланиях. Он говорит, Бог определил нас на спасение через Христа, не вообще, как сказать, по спискам. То есть он не имеет в виду, что существует длинный список, по которому там те или иные люди предопределены к спасению. Нет. Нет. Павел говорит о том, что вот есть Господь Иисус Христос, и к спасению определены те, кто доверяют Ему и любят Его. То есть на самом деле только одно по-настоящему определяет нашу принадлежность к спасению – доверие к Иисусу и любовь к Нему. Потому что Он за нас умер, говорит апостол, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Он говорит таким образом о том, что Господь разделяет и нашу жизнь, и нашу смерть для того, чтобы действительно всегда, всегда, где бы мы ни были, что бы с нами ни было, мы не были от Бога отторгнуты, чтобы мы действительно могли быть вместе со Христом. Это, возвращаясь назад, и определяет наше спасение. Далее в конце, ну, вернее, это середина пятой главы, но это действительно финал послания в целом, апостол напоминает и призывает своих читателей уважать тех, кто трудится у них, предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. До некоторой степени, конечно, это следует понимать, как информация о том, как была устроена фессалоникийская христианская община. Павел, обратите внимание, не пользуется другими терминами, привычными для того времени, не называет ни епископов, ни пресвитеров, ни диаконов, ни еще каких-нибудь других людей. Он говорит трудящихся, тех, кто являются вашими предстоятелями, и здесь обычно толкователи вполне все согласны друг с другом, что речь идет о тех, кто возглавляет совершение таинства Евхаристии, и вразумляющих вас. Павел таким образом призывает к уважению тех, кто заботится о христианской общине. «Почитайте их с любовью за дело их, и будьте в мире между собою». Снова все, казалось бы, такие грандиозные, масштабные призывы Павла всегда имеют в виде выхода очень конкретные вещи. «Будьте в мире между собою». Для него это знак того, что дела веры, труд любви, терпения и упования настоящие, не выдуманные, не пропагандистский прием. «Будьте в мире между собою». И вообще для Нового Завета это чрезвычайно важная мысль, что любовь друг к другу и быть в мире между собою значительно важнее может быть почти всего остального. Тоже для сегодняшнего дня это звучит несколько странно. привыкли, что можно и даже должно ссориться друг с другом и рвать мир друг с другом ради самых разных причин, порой важных, а порой вздорных. Ну вот христиане первого столетия, в том числе апостол Павел рассуждают вовсе по-другому. Для них мир ценность номер один. Смотрите, говорит он, чтобы кто не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда ищите добра. Вот это пребывание в мире, братолюбие и забота о том, чтобы нести окружающим добро. Для Павла это и есть быть в вере, для Павла именно это и есть быть христианами, а не что-нибудь другое. И поэтому после этих слов он пишет «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, потому что такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Очень известные слова с одной стороны, а с другой стороны не такие в сегодняшнем нашем восприятии простые, потому что смотрите, Павел обращается к людям, у которых очень трудная жизнь. Только что говорил о скорбях, он только что говорил о том, что нужно трудиться, чтобы любить друг друга. Нужно, я уж не говорю о том, что нужно работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь в поте лица, нужно трудиться, чтобы противостоять своей праведностью и чистотой враждебности окружающего мира, чтобы хранить мир друг с другом. И посреди, так сказать, всего этого он говорит «Всегда радуйтесь, всегда радуйтесь». Для него доверять Богу значит доверять тому, кто уже победил, когда Иисус Христос умер на кресте и воскрес. Поэтому всегда есть место для вот этой радости о Боге, радости о будущей победе Бога, которая началась на кресте и реализуется в нашей жизни. Всегда радуйтесь. Удивительно, апостол Павел ведь не имеет в виду, что делайте вид, что все хорошо. Нет, конечно, но это что-то более сложное, более глубокое, чем такое примитивное представление о том, что надо всегда улыбаться. Ну, то есть хорошо, конечно, улыбаться, но всегда радуйтесь это глубже. И кроме того, очень важно понимать, что на самом деле эта радость, о которой Павел говорит, она возможна только в контакте, в общении, в диалоге с Богом. 17 тихо вообще исторически оказался чрезвычайно трудным для христиан. Апостол говорит, не пристанно молитесь. Ну, и, конечно, как это часто бывает, мы понимаем его буквально. Как слово молитесь, так и слово непрестанно. И поэтому очень часто христиане пытаются исполнить этот призыв Павла в бесконечном, безостановочном говорении слов Богу. Ну, во-первых, это не молитва, а во-вторых, явно не то, что имеет в виду апостол Павел. Это трудная тема, потому что иногда, знаете, даром Духа Святого и милости Божьей люди на этом пути достигают многого, но все-таки стереотипное представление о том, что надо все время бормотать какие-то слова, нет, это не то, что имеет в виду апостол Павел. Во-первых, когда он говорит о молитве, это всегда имеется в виду внимание к Богу, внимание, возможность услышать Его, не только что-то Ему говорить, но и слушать Его. Понимаете, молитва это диалог, а не одностороннее говорение, куда Бог не может ни слова вставить. Слушать Бога в молитве ничуть не менее важно, поэтому необходимо помнить о том, что когда мы непрестанно молимся по заповеди Павла, это в том числе значит, что иногда мы перед Богом молчим, иногда мы даем ему возможность через Слово Божие, через других людей, через что угодно, но все-таки как-то к нашему сердцу обратиться, прикоснуться, иначе это вовсе не будет непрестанной молитвой, а будет бесконечной попыткой уболтать и заколдовать Бога. Это очень-очень важная вещь, понимаете, разными путями подвижники в разные эпохи и, наверное, тоже с разными результатами искали способы это сделать, как сделать так, чтобы внутренний наш монолог, который мы все время происходим, произносим унять, чтобы все-таки Бога слышать. Вот слышание Бога не менее важный компонент непрестанной молитвы, чем что-нибудь другое. И, конечно, вот внимание Бога, внимание, попытка научиться быть вместе в том, что мы делаем. Может быть, знаете, как некоторые тоже христианские подвижники пишут, важно не только все время пытаться что-то Богу говорить, но и превратить всю свою жизнь в то, что обращено к Богу, так сказать, в наши реплики в этом диалоге. Любовь к ближнему, внимание к ближнему, честный и бескорыстный труд для этого ближнего. Много есть вещей, которые тоже являются молитвой, тоже, как и произнесение слов. Повторяю, что может быть, для самого апостола 17 стих «Непрестанно молитесь» и был вещью довольно простой и понятной. прошедшие с тех пор почти 20 столетий показали, что для нас это далеко не просто. Далеко не просто. И очень надо думать, что же все-таки имеется в виду и как это следует реализовать в нашей жизни. Ну и наконец в 18 стихе Павел говорит «За все благодарите, за все благодарите». Это тоже. Может быть, знаете, я бы сказал, что, как это часто бывает у людей, воспитанных на библейской поэзии, а Павел без сомнения относится к числу таких людей, в идеях поэтического параллелизма он пытается в трех разных словах сказать об одном и том же. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это не не обязательно первое, второе, третье, а это его способ описать отношения между человеком и Богом. Он говорит о том, что Бог всегда спаситель, Бог всегда прекрасен, и Бог всегда тебе верен и доверяет, поэтому есть о чем радоваться. и он говорит о том, что эти отношения доверия и радости, они всегда, потому что сердце Бога всегда к нам открыто, и мы призваны всегда быть внимательны к Нему, внимать Богу. И это то же самое, что он называет и всегда радуйтесь, и точно так же за все благодарите. Апостол предлагает то, что человеческое сердце открывает Богу, то, что мы не обязательно даже говорим или не только говорим, пытаемся выразить своими поступками, мыслями, словами, пением, выразить Богу. Помните, как Господь Иисус говорит о человеке, который из сокровищницы сердца своего износит нечто. Вот то, что мы из своего сердца выносим Богу, это всегда говорит апостол благодарность. Благодарность вещь чрезвычайно глубокая и, вне всякого сомнения, таинство Евхаристии это центр, смысл, квинтэссенция этой благодарности, но и вся остальная или вообще вся христианская жизнь, все наши отношения с Богом, весь наш диалог с Богом тоже призваны быть такой Евхаристией, продолжением Евхаристии, наполняться ею, за все благодарите, такова вас воля Божья, чтобы мы действительно были на Бога направлены, направлены, чтобы он действительно был в центре внимания, и тогда и труд любви, и подвиг братолюбия, и все остальное так или иначе складывается в нашей жизни, потому что так захотела нас Бог во Христе, так он во Христе устраивает наше спасение. И еще, кроме этого, в самом конце здесь апостол говорит, духа не угошайте, пророчества не уничижайте, речь таким образом идет по-видимому о дарах Духа Святого, которые, конечно, в первом столетии были широко распространены среди христиан. Но вот дух, который вдохновляет молитву, пророчество, которое в каком-то смысле форма благодарности, дух, который дарит радость человеческому сердцу. Вот снова это способ апостола сказать о том же самом, что и в предыдущих стихах. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, духа не угошайте. Он предлагает читателю не своим разумением и силами выстраивать эти свои отношения, этот диалог с Богом, но именно дать Духу Божьему возможность это делать. Именно поэтому он говорит здесь о пророчестве. Ну и кроме того, конечно, снова он говорит удерживайтесь от всякого зла, все испытывайте, хорошего держитесь. Тоже не такая очевидная, не такая простая вещь. Он собственно говоря предлагает своим читателям, может быть это не было для них легко, предлагает научиться критическому мышлению, критическому мышлению. Все испытывайте, хорошего держитесь. Он предлагает читателям задумываться о том, с чем они сталкиваются, что окружающая реальность, так сказать, пытается в их жизнь внести. Испытывайте, обдумывайте, проверяйте. И если что-то хорошее, вот этого держите. Повторяю, это редкий для той эпохи вообще призыв к критическому мышлению. Актуальность этого призыва сейчас, наверное, еще больше, чем тогда, когда апостол Павел об этом пишет. И снова продолжая мысль о том, что этот диалог с Богом, это стояние в верности Богу, это дар самого Бога, дар Духа Святого, в заключении Павел пишет, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и все в вас и дух и душа и тело во всей целости сохранится без порока». И на этом благословение заканчивается послание апостола к фессалоникийцам. Продолжение следует...